Уважаемый Евгений Степанович, все высокое собрание, я хотел бы еще раз всех сердечно поздравить с юбилейными торжествами, с юбилейной датой, посвященной столетию канонизации святителя Иосафа Белгородского. Святитель Иосаф действительно является духовным покровителем Белгородской земли. Что это означает? Это, по крайней мере, означает две очень существенные вещи. Во-первых, это означает, что он молится за Белгородскую землю, за свое наследие, за своих чад. И кому-то, может быть, эти слова покажутся нереальными, тем, кто не знает силы молитвы. Но те, кто на своем жизненном опыте почувствовал силу молитвы, особенно силу молитвы праведников, тот знает, что молитва – это реальность. И влияние молитвы на жизнь людей, в общем-то, и определяет их религиозность. Верующим становится человек не потому, что он домыслил что-то, создал какую-то в голове философскую конструкцию. Вера определяется реальным опытом человека. Если он проходит через опыт общения с Богом, он становится верующим. А опыт этот открывается в молитве. Поэтому каждый верующий знает, что молитва – это сила. И покровительство святого Иосафа над землей белгородской заключается в том, что он, будучи святым, предстоя Богу, молится о белгородской земле. Я уже немного прикоснулся к этой теме, публично выступая сейчас при освещении часовни, но сейчас в настоящий момент хотел бы сказать больше. Я связываю нынешнее процветание белгородской земли, некий уникальный опыт взаимодействия церкви и государственной власти, успехи в экономическом развитии, в социальном развитии, в благоустройстве белгородской земли, в том числе и с тем фактом, что духовным покровителем белгородской земли является святитель Иосаф, мощами своими нетленными, почивающие в этом граде. Ну и второе измерение этого понятия покровитель. Святые своей жизнью являют нам пример. Если человек усваивает высокие примеры, то его жизнь меняется. Меняется по образу того самого примера, в подражании того самого примера. И в этом смысле влияние того, кто является примером и определяет в том числе и благополучие человека. Поэтому, с одной стороны, есть некая данность в том, что святитель Иосаф является покровителем. Данность, которая пристекает из его святости. Он молится пред лицом Божиим. Но, с другой стороны, есть и некое задание подражать святителю Иосафу. Каждому на своем месте. Для того, чтобы подражать, нужно знать жизнь этого человека. А жизнь была поразительная. Он был полностью предан Богу, Церкви и народу своему. Вот эта преданность. Такая редкая черта в современном человеке. Чаще всего бывает так, что мы преданы своим собственным личным интересам. А о преданности общему делу, о преданности народу, о преданности общему благополучию люди практически сегодня не вспоминают. Пример святителя Иосафа дает нам понимание того, насколько важна преданность людей высшим целям и высшим ценностям. И дай Бог, чтобы святитель Иосаф был примером для светских руководителей, для интеллектуальной элиты белгородского общества, для всего народа. Но я особенно хотел бы, чтобы святитель был примером для нашего духовенства. Сегодня священство несет большую ответственность. Не только за состояние дел в Церкви, за состояние дел в приходах. Несет ответственность за состояние, духовное состояние всего народа. А значит, за благополучие нашей страны. И потому должны расширяться горизонты священнослужителя. Он должен оценивать свою работу, вынося себе положительную или отрицательную оценку, не только по техническому состоянию храма, отремонтирован он или не отремонтирован, восстановлен или не восстановлен, не только по количеству людей, которые в храм приходят, не только по количеству причастников. Он должен оценивать свою работу по нравственному состоянию народа, которому он служит. Когда у нас было мало приходов и храмов, как это до сих пор в некоторых местах России, где на 150, на 200 тысяч один храм, ну тогда вроде как и спроса никакого нету с духовенством. Ну что может священник сделать? Один, два, три, если 150 тысяч людей живут на этом месте, где находится приход, какой такой охват духовный может иметь место? Люди приходят в храм просто по случаю. Ребенка покрестить, повенчаться, отпеть, на праздник куличи посвятить, святую воду взять на богоявление, яблочки принести, посвятить на спас. Какое может быть реальное влияние на жизнь людей, если такое соотношение количество приходов к количеству храмов? Как-то однажды я беседовал с одним архиереем, который мне сказал, а у нас хорошее соотношение. У нас 10 тысяч населения на один приход. На что я ему сказал, вы можете себе представить, чтобы в армии один политруб был на 10 тысяч военнослужащих? Этого представить себе невозможно. А армия – это организация, подчиненная дисциплине. А общество такой дисциплине не подчинено. И церковь работает в условиях свободного выбора. Каждый человек может выбирать, быть ему верующим или не быть верующим. Поэтому то, что за последние годы так увеличилось количество приходов в Белгороде, и сегодня в два раза у вас соотношение лучше, чем то, о котором мне в качестве достижения говорил один из архиереев. Хотя я думаю, что и 5 тысяч человек на один приход – это слишком много. Поэтому благодарю от всего сердца владыку Иоанна и власти светские за все то, что делается в плане устроения церковной жизни. Но позвольте мне сказать, если мы не в самом начале ту пути, то мы где-то в середине пути. И речь идет не просто об открытии новых храмов. Речь идет о том, чтобы жизнь церкви стала близкой, понятной современному человеку. И чтобы через церковное служение и свидетельство актуализировалось в сознании современного человека величайшая евангельская истина. Вот когда мы приблизим Евангелие, когда мы приблизим образ Спасителя к жизни современного человека, вот тогда и изменится эта самая жизнь. Я говорю об этом, вспоминая святителя Иосафа Белгородского. Пусть он будет примером, в том числе и для священнослужителей. Святитель Иосаф удивительно совмещал в своей личности высокий духовный авторитет и духовную жизнь, молитвенную жизнь с прекрасным талантом администратора. Не всегда это бывает. Иногда погруженность в духовную сторону жизни приводит к тому, что человек добровольно дистанцируется от жизни окружающего мира. И это понятно. Формируется такой образ мыслей, такой образ чувствования, что тяжело человеку совместить эту свою внутреннюю жизнь вот с кипящим и бурлящим человеческим морем. А святитель Иосаф умел это делать. И это тоже пример и для светских руководителей, и для церковных руководителей. Очень важно, чтобы сегодня работа во благо людей, работа, направленная на улучшение условий жизни людей, работа, направленная на повышение уровня образования, культуры, сопровождалась внутренним ростом тех людей, которые призваны управлять всем этим процессом и нести за него ответственность. Внутреннее состояние человека, несущего ответственность за других, является не только его личным делом. Может быть, поэтому и так многие вещи буксуют у нас, что не удается многого сделать, потому что внутреннее состояние того или иного лица ответственного за важные проекты не в полной мере соответствует целям, которые этот проект высвечивает. Вот для того, чтобы не было такой дихотомии, чтобы не было внутреннего расслоения, чтобы не было внутреннего разделения между целями, задачами, которые общество, государство ставит, и внутренним состоянием человека, мы должны помнить, что без внутренней работы над самим собой этой дихотомии не преодолеть. А значит, не преодолеть и коррупции, и криминала, и так называемого пресловутого человеческого фактора, из-за которого корабли тонут, и самолеты разбиваются. Святитель заботился об уровне духовной жизни своей паствы. Он очень уделял большое образование духовному образованию. Он вкладывал много сил и собственных средств, в том числе и материальных средств, в дело подготовки пастырей, совершал много поездок по епархии. И вот в этом смысле Белгородская епархия сегодня идет по стопам святителя Иосафа. Здесь прекрасно функционирует семинария, хорошо налажена пастырская работа. Я хотел бы за это поблагодарить и владыку правящего, и все духовенство. Дай вам Бог и дальше развивать богословское образование, духовное образование, взаимодействуя со светской властью, развивать религиозное образование и преподавание основ православной культуры, в том числе и в светских учебных заведениях. Для святаго Иосафа важнейшим делом жизни, конечно, была молитва и богообщение. И он посвятил себя служению Богу, как мы знаем, в юном возрасте. Никогда не изменял своему призванию. И действительно был человеком огромного внутреннего духовного богатства. Вот это богатство внутреннее, свой очень глубокий духовный опыт, он сумел выразить вовне. Причем, будучи человеком, обладающим поэтическим даром, он, как известно, написал прекрасную поэму «Брань честных семи добродетелей с семью грехами смертными». И вот я хотел бы, к сожалению, не могу это сделать на память, потому что никогда специально не заучивал, а просто процитировать вам маленькую часть этой поэмы. «Побеждай врагов грехи, брань сверши удачно, станешь другом дорогим на трапезе брачной, поученье завершив, радостью пылаю, и тебе от всей души вечных благ желаю». Вот так завершает эту поэму святитель Иосаф Белгородский, который действительно сумел в замечательных поэтических словах выразить глубокие истины, проистекавшие из его внутреннего аскетического опыта. Святитель Иосаф много столетий является примером для народа нашего, но особенно, может быть, его служение важно сегодня для России и для Украины. Он принадлежал Святой Руси, исторической Руси. И личность святителя Иосафа свидетельствует ярче, может быть, любых политических аргументов о реальности единого духовного пространства, которое мы именуем Святой Русью. Кому принадлежит святитель Иосаф? Россия или Украина? Разве можно ставить даже такой вопрос, преклоняясь перед мощами святого угодника Божьего? Вот его личность должна помогать и сегодня, церкви нашей, сохранять единство, преодолевать соблазны разделения, особенно, когда эти разделения провоцируются политическими страстями, содействовать сохранению братского взаимодействия, сотрудничества между Украиной и Россией, сохранять единое духовное пространство и культурное пространство Святой Руси. Жизнь святителя и его церковная общественная деятельность крайне актуальны для современного общества. Сочетая в себе качество церковного руководителя, делателя, одновременно монаха, духовно высокого человека, образом своего жития, помогает сочетать в жизни духовное, возвышенные идеалы Евангелия, и земное делание, направленное на созидание общественного благополучия. Представителям церкви, государственной власти, светского общества, подвиг святителя может помочь понять и определить верное соотношение между верой и делами, между заботой о земном и о небесном. Я хотел бы еще раз сказать, что отрадно видеть, что современная жизнь Белгородской епархии является пример следования по стопам святителя. И в этом смысле я хотел бы особенно еще раз подчеркнуть то соработничество успешное, которое осуществляется между администрацией Белгородской области и Белгородской епархией. Не буду перечислять тех многих направлений, в которых это сотрудничество осуществляется, но особенно хотел бы отметить его важность в сфере духовно-нравственного воспитания, в поддержке молодых семей, в проведении молодежных образовательных форумов, детских лагерей, в развитии социально-просветительского служения в различных учреждениях, в том числе и в медицинских. Дай Бог, чтобы пример святителя Иосафа помогал нам менять к лучшему нашу собственную личную жизнь, менять к лучшему жизнь нашей страны. Дай Бог, чтобы пример святителя Иосафа помогал нам и далее, взаимодействуя с государством, с общественностью, устроять жизнь, в которой бы каждая человеческая личность имела возможность раскрывать свой потенциал, не разрушая при этом величайших ценностей, которые достались нам из прошлого. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ